Здравствуйте, друзья! Мои подписчики, мои слушатели, мои ученики. Меня зовут Надежда Вячеславовна. Я преподаю курсы кройки и шитья в городе Алматы. Преподаю курсы в течение 27 лет. Занимаюсь пошивом одежды на заказ и для себя примерно 40 лет. Обучалась я в четырех учебных заведениях и у каждого преподавателя я получала что-то новое, то, что я не получала, например, у другого преподавателя и складывала понемножку в копилку своих знаний. Теперь, имея опыт, практику, я передаю их вам понемножку, урок за уроком, показываю, рассказываю, объясняю. Но что я хочу сказать. Еще, конечно же, помимо того, что я обучалась, начиная со школьной скамьи, в школе у нас был класс с швейным уклоном, но мы не просто сидели строчили, мы именно занимались построением выкроек, раскроем, пошивом, ну плюс остальные средне-техническое учебное заведение, курсы повышения и еще одни курсы повышения. Вот. И вот, значит, в каждом месте, где я обучалась, я получила, конечно, большую долю знаний и плюс еще книги, хорошие книги, грамотные книги. То есть через мои руки прошло очень много книг. Наверное, все книги, которые завозились в Алматы, я все их просматривала, все их изучала, как бы для себя анализировала, какая книжка представляет для меня ценность, а какая книжка, ну, слабоватая, например. То есть у меня уже знания на этом уровне есть или даже больше. Вот. И из книг я подчеркнула очень много. Я не буду сейчас говорить, какие именно книги, в каком-то видеоролике. Я даже показала книжку мою любимую, их две выпускали эти авторы, две книжки. И я там нашла очень ценный материал, тот, который я не получала ни в одном учебном заведении. Я его применила, конечно же, в практике и учу своих учеников тоже. Значит, взяла там самое лучшее, то, что мне понравилось, то, что я считаю очень грамотным и правильным. И я передаю этот опыт своим учащимся. Ну, вот такое небольшое отступление. Кто смотрел предыдущий урок, у нас тема была по поводу ростка, ростка, построение ростка на непропорциональные фигуры, на, значит, жировые отложения в области седьмого шейного позвонка. Но бывают и не жировые отложения, а просто деформированы позвонки в области седьмого шейного позвонка на сутулую фигуру, значит, на перегибистую сильно фигуру. Да, вот шейка у нас бывает не просто ровненькая, даже с перегибом чуть-чуть как бы назад. И вот мы рассмотрели построение горловинки, как строится. А сегодня я хочу рассказать, как при таких фигурах строится плечевая выточка, которая конструируется на выступ лопатки. Какой ширины берется эта выточка, какой длины и в каком месте располагается эта выточка. Мы когда показываем построение каких-либо чертежей, у нас идет построение конструкции на пропорциональную типовую фигуру. Или примерно близкой к пропорциональной фигуре. Но у нас фигуры бывают непропорциональные, слегка непропорциональные и бывают сильно непропорциональные фигуры. То есть такими особенностями, при которых нужно применить какие-то изменения в построении выкройки. Итак, посмотрите, это выкройка на пропорциональную фигуру. Это обычный росток. Ширина ростка равняется ПОШ деленное на 3 плюс 1. Высота ростка, вот это расстояние, ПОШ на 3 плюс 1, деленное на 3. Ну, то есть просто можно вот это расстояние взять и поделить на 3. И соединить, да? Потом. Это для пропорциональной. Плечо проводится. Ну, здесь чертеж сложного построения, то есть ВПК и ДПЛ с выточкой пересекаются в одной точке. Проведена линия. Потом строится на ней, на этой линии плеча, строится плечевая выточка на выступ лопатки. Где она строится? Посмотрите, расстояние до первой стороны выточки равно ДПЛ деленное на 3. ДПЛ деленное на 3. Потом откладывается ширина выточки в 2 см на пропорциональную фигуру или близкую к пропорциональной. Берется раствор выточки или ширина мы называем, или глубина, это все одно и то же. Берется 2 см, а длина берется вниз 7 см. Теперь я покажу, как будет строиться эта плечевая выточка вот при такой фигуре. Когда в области 7 шейного позвонка небольшой уже идет бугорок, выступ небольшой, где мы делали выточку, потом откладывали от этой выточки, откладывали ПОШ деленное на 3 плюс 1. Высота ростка бралась ПОШ деленное на 3 плюс 1 и деленное на 3, либо ДТС первое минус ДТС. Так, теперь это у нас линия шеи. Вот это ширина спины. Ширина спины. По упрощенной конструкции, которую я рассказывала, мы вот от этой точки, которая обозначает ширину спины и линию шеи, мы откладываем вниз для нормальной покатости плеч 2 см. Для высокой 1 см и для покатых плеч 3 см. Но, конечно, могут быть и 1,5 и 2,5 см. Теперь, смотрите, вот мы отложили для нормальных плеч 2 см. Проведем линию, длину плеча через эту точку. На этой линии мы откладываем ДПЛ плюс 2,5 см. Выточка. Допустим, плечо будет 12 и плюс 2,5, 14,5. Значит, смотрите, ДПЛ, длина плеча плюс 2,5, раствор выточки. Где будет находиться эта выточка? Она будет находиться на 1,3 плеча. Именно на 1,3. ДПЛ делится на 3. Откладываем. И откладываем 2,5 см. Вот эта выточка будет при таком строении уже в области седьмого шея на пазанка будет 2,5 см. Вниз мы отложим вот эта первая сторона выточки. Мы откладываем теперь 7,5 см, а можно даже и 8 см. Смотрите, 7,5-8 см. Это длина выточки. Я взяла 8 см. Для 2,5 см лучше брать 8 см. Так, теперь вверх обязательно, чтобы при соединении сторон выточки плечо оказалось ровное. Надо на 0,5 см обязательно подняться и соединить. Итого, получилась выточка, вот она верхняя часть плеча и длина выточки 0,5 и 8, 8,5 см. Вот эти 8,5 см нужно, посмотрите, теперь у нас уже длина выточки, она же от первой линии, которую мы провели, а потом мы 0,5 см добавили. Вот теперь у нас все вместе, 8,5 см. Мы берем и через точку 2,5 см откладываем вторую сторону выточки. Вот так. А потом уже соединяем вот так, с концом плечевой выточки. Пройму я не показываю, она здесь не меняется. Здесь никаких таких особенностей не будет. Вот так строится. То есть на вот такой небольшой бугорок, вот здесь вот отложения, да, солевые в области седьмого шейна позвонка, мы откладываем 2,5 см и глиточку делаем 8 см. Рассмотрим второй вариант. Когда бугорок большой, вот так, очень большой бугорок вот здесь, плюс еще бывает и сутулость присутствует. И вот это как раз второй вот этот вариант, где мы поднимали, вернее не расширяли, а делали выточку, поднимали и действительно мы расширяли. Вот здесь мы делали ПОЛШ и натрий плюс 1,5, а не плюс 1, а плюс 1,5. То есть мы расширяем на этот объем. И вверх у нас идет уже вот эта часть, допустим, ПОЛШ деленное на 3 плюс 1,5 и деленное на 3, да, вот так она откладывается. Или идет ДТС первая минус ДТС и вот откладывается вверх и еще иногда поднимается дополнительно на 0,5. То есть вот этот росток, он должен, высота ростка вернее, должен быть не меньше 3 см именно в таких фигурах. Меньше он не бывает, но за мою практику именно меньше не было. Так, теперь смотрите, вот она ширина спины, вот она точка, да, пересечения линии шеи, ширина спины. В таких фигурах часто бывают высокие плечи. Мы тогда отступим 1,5 см и проведем ДПЛ плюс 3 см. 3, уже не 2,5, а 3. И это у нас будет, допустим, 12. И, кстати, бывают, очень часто бывают маленькие плечи, в таких полная фигура громоздкая такая, а плечи маленькие бывают. А мы отложим через эту точку 1,5, мы отложим, предположим, у нас 12 см и плюс 3, получилось 15 см. Соединим. Вот здесь мы взяли 1,5. Это высокие плечи. Не плечи, вот бывают плечи, погоны совсем высокие, это сантиметр откладывается. А высокие плечи, это 1,5 мы возьмем. Нормальная покатность плеч, это 2 см и низкие 2,5-3. Не конкретно, прям вот 3 см мы берем. Вот она, длина плеча. Вот так. Где расположим выточку? А вот выточка расположится в таком случае, когда сутулая, вот этот горбик здесь расположится на 1,4 длины плеча. 1,4 дпл делим на 4, получаем, вот ближе получается вот к этому бугорку, ближе выточка. И вот мы нашли ее и отложили 3 см. То есть мы берем 2,5-3 см в таких случаях. Вот она, я взяла 3 сейчас для образца. Первая сторона выточки, она, кстати, вот получается, параллельно середине спинки проводится первая сторона выточки. И причем, смотрите, так, немножечко криво, причем длина, если вот здесь берется 3 см, то лучше взять 9 см, 9-10 см в длину выточки. Вот такая она будет длинная. Сейчас, смотрите, чтобы ровненько, параллельно середине спинки, вот так замеряем вверху расстояние и вот здесь внизу. И возьмем уже 9 см, так как выточка широкая, для того, чтобы мы могли сутюжить хорошо. Вверх тоже мы приподнимемся, но уже не на 0,5, а вот здесь уже получится 0,3 надо приподняться, потому что выточка сюда ближе получилась. И теперь у нас 9,3, мы вот так возьмем и вот отметим, где это будет точка, соединим и соединим вот так с конечной точкой плеча. Вот так строится выточка на вот такую фигуру. Теперь следующее у нас получается перегибистое, когда я рассказывала, как вот спинка ровная-ровная и шеечка чуть-чуть отведена назад. Ну, немножко там буквально, может быть, никто не заметит, но когда шьешь на такую фигуру, мы портные должны это все видеть. Получается так. И наклон плеча давайте изобразим большой, 3 см, да? Покатые плечи, предположим, что покатые плечи. Часто бывает в таких фигурах именно покатые плечи. Проведем через эту точку длину плеча, так, плеч, например, 12 и плюс. Сколько мы возьмем? А мы возьмем полтора сантиметра, 13,5. То есть выточка будет маленькая, выточка будет мелкая, спинка ровненькая, лопаток не видно, очень прямая спина. И где будет располагаться? На середине ДПЛ деленное, вот ДПЛ поделится на 2. Вот здесь у нас было во втором случае, мы брали ДПЛ, мы делили на 4, на 4. А вот здесь мы, вот здесь в этом случае, где располагается ДПЛ деленное на 3. Здесь деленное на 4, то есть ближе 1,4. А здесь мы поделим пополам, 1,2. И построим маленькую выточку шириной 1,5 сантиметра, а длиной она всего будет 5-6 сантиметров. Что хочу еще сказать по поводу вот этой выточки на очень ровной спинке, на перегибистой фигуре. Им можно выточку не строить, а взять на посадочку 1 сантиметр. 1,5 можно тоже взять на посадку, но тогда, когда ткань рыхлая, мягкая, мокрая фактура идет, очень мягенькая, да? Когда мы можем, значит, ну то есть растяжимость ткани, облегаемость хорошая, поэтому мы можем только сантиметр взять на посадку и не строить выточку вовсе. Но если эта фактура сухая у ткани, то нужно будет построить выточку. Вот мы нашли вот серединку, отложили всего лишь 1,5 сантиметра, всего лишь 5-6 в длину, 5-6 в длину и 1,5 сантиметра в ширину. Приподнимем на 0,5, на 0,5 приподнимем одну сторону, вторую тоже приподнимем на 0,5, ой, вернее вторую, нет, конечно, извиняюсь, заговорилась. Так, и у нас получается, например, пусть это будет у нас 5,5 сантиметров, да, 5-6, и 0,5, и того у нас будет 6 сантиметров, и вот так она перейдет на другую сторону. Вот так строятся плечевые выточки на разные виды спин, спинок наших. Итак, мы построили выточки с учетом особенностей в области седьмого шейного позвонка. Итак, друзья, я сегодня рассказала вам о построении плечевой выточки с учетом особенностей в спинке, с учетом особенностей в области седьмого шейного позвонка, с учетом осанки. На следующем занятии я хочу показать и рассказать о корректировке в области проймы по переду, вот в этой части, при полных фигурах, при полных и при очень стройных фигурах. Какие изменения и какую корректировку нужно внести вот в этой части проймы. Так что не пропустите мое новое видео. Кому интересны мои уроки, не пропустите. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующее занятие. Пишите комментарии. Если сегодняшнее видео было полезное, ставьте лайки. С вами была Надежда Вячеславовна. Всего вам доброго. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok